Всем зрителям большой привет, с вами Кторхонт и сегодня у нас интересная тема, а именно тайное вооружение Третьего Рейха. Посмотрите-ка сюда в исследовании, у нас есть отдельная ячеечка кибертехнологий, которая позволит увеличить выхлоп от науки, откроет доступ к ряду интересных ресурсов, а потом позволит производить достаточно интересные и уникальные виды войск. Начиная новой авиацией, а заканчивая киберсолдатами и даже дронами, которыми можно будет оснастить армию. И это-то в сороковых годах. Ну не прорыв ли? Ну и это еще не все. Здесь у нас появилась ячеечка пропагандистских кампаний. Куда же Третий Рейх без этого? Так, а тут у нас что? Что-то наши кораблики не очень эффективны. Жаль, нельзя самому сесть за штурвал и поуправлять кораблем, как World of Warships. Знаете, что самое крутое? В World of Warships есть исторические кампании. Например, кампания Ямамото и Сороку. В ней вам предстоит пройти полный путь легендарного японского адмирала. А в конце куча наград. И сам командир Ямамото, которого можно посадить на любой корабль. А корабли тут какие угодно. Можно выбрать по душе. Лично я сделал выбор в пользу линкоров. Огромные стальные монстры, на строительство которых было потрачено колоссальное количество человеческих и материальных ресурсов. Управлять крупнейшим кораблем в истории человечества, вроде Ямата, одно удовольствие. А между боями приятно передохнуть в специальном разделе главного меню, где полно интересных документалок и даже есть отдельный мультсериал про военно-морской флот. Вступайте в морское братство, играйте и побеждайте. А в честь юбилея игры, которая исполнилась 5 лет, всем новичкам выдают самый большой набор подарков в истории игры. Регистрируйтесь по моей ссылке в описании и получите. Премиумный крейсер Аврора. Крейсер пятого уровня Амаха. 45 дней премиума. Более полутора тысячи дублонов. 6 миллионов серебра. А также сигналы и юбилейные камуфляжи. Держи курс на World of Warships. Регистрируйся прямо сейчас. Ну а третьим приятным дополнением является флот, у которого, посмотрите, теперь есть какая интересная механика. Большие корабли можно оснащать еще большим количеством вооружения, в зависимости от того, сколько на них места. И можно создать свой супер-мега корабль. Но на данный момент наши корабли слабы, да и флот Рейха сейчас ни на что особо не способен. Но мы будем это постепенно исправлять, в том числе благодаря кибертехнологиям, которые также, кстати, дают бонусы на промышленность. Посмотрите, какие здесь приятные бонусы. Да, они уменьшают фактор военного изнаселения, но в обмен дают такой огромнейший рост производства, что от такого отказываться глупо. Погнали. Посмотрите теперь, какие нам доступны здания. На производство 10 уникальных единиц товара здесь, и на производство 5 уникальных единиц товара вот здесь. И стоимость производства, ну, строительства всего-навсего 10 тысяч. То есть примерно как фабрика. При этом они нам будут выпускать уникальные ресурсы, которые вы можете посмотреть, также есть и в мире. Вот тут вот они отмечены, к сожалению, уходят куда-то туда вдаль. Ни у кого их, естественно, еще не имеется в мире. А мы будем с вами первыми, кто начнет добычу столь редких ресурсов. А в будущем на их основе будем производить уникальную технику. И вот здесь вот, кстати, в окне производства намного проще посмотреть. Видите, 4 уникальных товара, которые будут потом действовать в производстве. В пропаганде же мы с вами сейчас опубликовываем спецвыпуски, которые увеличивают точки пропаганды. Кроме того, укрепляем кооперацию с журналистами. Потом будем формировать радиодепартамент, департамент фильмов. Они, кстати, зависят от разных технологий, вроде радиообнаружения, либо же строительства. И они будут нам добавлять еженедельные очки пропаганды. Сами очки копятся вот здесь вот. И тратятся они у нас будут на разнообразные кампании. Посмотрите-ка! Кампания, которая действует 160 дней и дает нам разнообразные бонусы. В том числе, часть кампании может быть применена только во время войны. И дает, кстати, очень сильные бонусы. Но не переживайте, такая же пропаганда, только коммунистическая, либо же демократическая, есть и в других великих странах. И вот он, наш великий путь, который начался. Мы исследовали две важные кибертехнологии. Теперь можем уже открыть важные вехи, которые пустят нас в дальнейшем к интересным технологиям. Давайте здесь. Смотрите. Скорость риса плюс 25%. Эффективность увеличения ресурсов плюс 10% и максимальная эффективность производства плюс 5%. Без всяких дебафов получаем хороший бонус. Кроме того, уже 6 ячеек исследований. Ну и конечно же, берем с вами еще и темп исследований плюс 3%. Нам же нужна мощная наука, чтобы исследовать все вот это вот разнообразие уникального вооружения. И посмотрите, какой у нас есть генерал, у него скорость планирования плюс 30%, максимум планирования плюс 25%, но под получаемым лидером минус 25%. Генерал, который использует активно дроны. Вот такая вот уникальная личность. А еще третьим, кстати, приятным бонусом подготовительных технологий это факторы навязан селения плюс 10 и темп исследования еще плюс 3. Прямо одни бонусы и никаких дебафов. Но это еще не все. Максимальная эффективность порезоваться плюс 20. Не хотите? А вот и есть. На дворе 7 октября 1936 года уже Мюнхенская конференция. Это исторический день для Германии. Судеты вернулись под контроль немцев. Ну давайте первую пропаганду. Германский студент борется за фюрера и людей. Темп исследований плюс 15% на 160 дней. Погнали, смотрите-ка этот значочек. И главное сейчас, посмотрите, 39% прибавка к скорости исследований. А на дворе есть, что 1 апреля 1937 года. Неплохо так живем. Ну и вторым я себе запустил достаточно. Работай, а не разговаривай. Скорость 30 плюс 20, но еще и ресурсов чуть побольше будем добывать. Прекрасно. Активная застройка нашей страны идет. Ибо в будущем надо производить будет и много техники, и естественно народные нужды. Удовлетворять. Ведь у нас планируется тотальное противодействие всем соседям. Просто посмотрите, уже 4 ячейки исследований из 6 заняты именно уникальными технологиями. У нас теперь танковые дроны, пехотные дроны, здесь еще уникальные мехи. Ну а здесь приятный бонус на увеличение ресурсов и строительства. Открыл первых мехов, а дальше посмотрите бонус на организацию плюс 20 и на прочность плюс 650%. Берем и давайте посмотрим, что же это за уникальный юнит. Находится он у нас в разделе танков. И смотрите, защиту 20, прорыв 42, противехотную и противотанковую атаку плюс 20. Что между прочим, почти то же самое, что у среднего танка. А в какой-то степени даже и лучше, если учесть то, что вскором он будет прокачиваться еще больше. Да, он в производстве чуть дороже, но так-то потребляет горючего столько же, ширина фронта тоже плюс 2. Людские единицы, правда, только вот разница. Тут 50 человек надо, а здесь надо 30. Да и единиц всего 30. Давайте посмотрим, сколько он по производству стоит. 30 единиц. Да, дороже среднего танка, кроме того требует редкие ресурсы. Но давайте произведем. Интересно же глянуть, что это такое. И как Рэй будет воевать с таким интересным вооружением. Даже, наверное, все легкие танки отменю производить. И все пустим на это вооружение. А вдобавок сейчас построим еще заводы. Скорость строительства плюс 95% в декабре 37 года. Мы два раза быстрее строим, чем при старте. Прям промышленная революция у нас с вами. Иначе это дело не назовешь. Теперь у меня еще одна вариация танков появилась. На сей раз уже танки просто с дистанционным управлением. И они в целом уже больше приближены именно просто к средним танкам по показателям. Я бы даже сказал, да, они один в один идут, посмотрите. Что средний, что танк, что наш танк-дрон. Единственное, что тут один человек вместо пятисотин нужен. А так, стоимость производства, потребления, все одинаково. Даже дебафы одни и те же. Прекрасно, можно экономить людей. Единственное, что придется тратить уникальные ресурсы на производство этого танка. Он стоит ровно столько же, 12-12. В то время как наши мехи ближе идут к тяжелым танкам. По показателям, да. Но и ничего, тяжелыми повоюем танками. Нам не привыкать. Теперь к нам подошла еще и пехота. Тоже пехота с дронами. Такие же показатели, как у обычной пехоты. Лишь небольшая разница в организации. Повыше надежность. И побольше защит. Но мы тратим с вами всего-навсего одну единицу людских ресурсов. 100 пехотки, но в обмен 1000 еще пехотки именно дроновской. Интересное дело на самом деле. Экономишь людей, но больше тратишь ресурсов. С учетом того, как у нас направлены технологии, где у нас как раз призыв уменьшается все время на 15%. Но в противовес растет производство. Это вполне себе хорошее дело. Получается мы с минимальными потерями в людском составе сможем одержать верх. Посмотрите на шаблон дивизий, который состоит полностью из мехов. Их здесь десяточек. Организация 27. Противопехотная противотанковая атака по 200. Прорыв 430. Защита в 250, 50 брони, 53 бронебойности. Еще и подавление 25. А нужды наши всего-навсего 300 мехов, 50 пехотки, 20 автотранспорта, 40 допки и 12 арты. Все. Ну как бы... Да. Сохраняю это дело. И мы можем даже их на парашютах сбрасывать. Не хотите ли такого? Ну что ж, Роми, тебе будет интересный вариант танков в распоряжении в скором времени отдан. Следующей прорывной технологией стали дроны в армии. И не просто вот тут вот мы теперь получаем отдельные дроны. Нет. У нас вот этот вот единый дрон получает поверх себя разнообразные улучшения. То есть ты запустил один вид дрона и все. Он способен делать все вот это вот. И есть отдельный лишь подвид дронов, который используется для подавления. Чтобы сопротивления в регионах было меньше. Но нам это особо не нужно. Поэтому давайте единого дрона раскачаем на разведку, на саперку и будем от него отыгрывать. Кроме того, посмотрите, у нас здесь есть подветочка решений, которая появляется. Можем за использование фабрик и уменьшение объема заводского производства получить себе временные бонусы, наверное, обязанное население стабильность уменьшить. Дальше пойти по разнообразным исследованиям, чтобы дойти до ячейки оперативников плюс один. Что ж, интересные дебафы. Пока я ими пользоваться не буду, но в будущем вполне себе можно, когда призыв надо будет увеличить, чтобы больше солдат могло воевать. Хотя, с другой стороны, зачем нам увеличивать призыв, когда нам для шаблона надо совсем чуть-чуть людей. 1400. И в основном эти все люди тратятся на поддержку, которая скоро заменится тоже дронами. 30 июня 1938 года мы обзавелись вассалом в виде Словакии и подмяли по себе ряд хороших таких регионов, откуда нам теперь добавилась промышленность. Посмотрите, какое чудо у нас еще появилось. Артиллерия с дронами. От обычной артиллерии она отличается тем, что у нее появляется воздушная атака плюс 19, а также бронебоенность с 0.4 почти до 10. То есть она, проще говоря, миксует в себе и ПТО, и ПВО, и обычную арту. И все это в одной, в одной дистанционно управляемой арте, для которой надо просто производить 36 штук. Что не технология, что не юнит, очередная имба. Третий рейх просто удивляет. Посмотрите на нашу технологию, 50% бонус к исследованию. Январь 39 на дворе, сейчас судьба Югославии, а потом можно пойти в Данцик или война. Армия в основном пока что еще стандартная, но производство идет активно, и в скором времени полностью роботизированная армия выйдет на тропу войны. А сделать марионетками Хорватию и Югославию? Да, Германия показала свою мощь Европе. Всего-навсего две небольшие марионеточки. А вот и первые шаблоны элитных дивизий. Ромель принимает их под свое командование. Кроме того, хоть они и на тяжелые танки похожи, у них скорость 16 километров в час. Ну ладно, 12. Нормально. Переворот в государстве радикальной Югославии выполнить 25-ю директирую его фюрера? Меня радует. Они до сих пор являются протекторатом моим, но при этом я имею цель войны против них. И Франция такая... Надо защитить. А, так они стали колонией. Да ей не страшно. Пускай чуть приподнялись. Им все равно еще освобождаться очень долго. Ну что ж, раздел Греции. Сделаем Болгарию нашим должником. Во, Румыния. В Альянск нам. Давай. И цель марионетка против Греции. Хотя у нас же Болгария не при... Да, она не примет нашу в Альянск. Ладно, тогда оставим пока Грецию, раз она отказывается. Потом как-нибудь сходим. Ну а сейчас давайте западный вал, а потом уже права на восточные претензии. Пора бы уже и масштабно повоевать. 14 июня 1939 года Дуча решает, что надо бы с нами объединиться. Ну хоть какая-то поддержка за то, что мы ему удалматься, это отдали просто так. Ну а у нас с вами готов западный вал, а теперь права на восточные территории. Ну что ж, Данцик или война. Даже, между прочим, без пакта Молотова-Риббентропа. Ну и мемель становится нашим и национальным. Данцик или война 1 ноября 1939 года. Польша отвергает ультиматум. А значит, да здравствует война. И посмотрите, сколько сразу же компаний нам открывается. Ну давайте, пехота королева всех орудий, дайте оружие фронту, ну и собрать, естественно, людей. Тем самым получим людские ресурсы, женильные людские ресурсы и время подготовки. Что тоже не повредит. На данный момент у меня в армии 5 всего-навсего дивизий танковых, вот этих вот модернизированных мехов. И также вот здесь вот у меня есть уникальный шаблончик, который наполовину, даже чуть больше уже дронами оснащен. И вы видите, сколько здесь нужно людей. Всего-навсего здесь 4000 человек. Когда мы заменим полностью, здесь будет меньше 1000 на одну дивизию. Ну что ж, давайте посмотрим, как пойдет атака. Вполне себе хорошо. Мои мехи реально показывают неплохо. Посмотри, по 170 атаки, под 450, даже под 500 прорыв. Ух, красота. Все, Польша капитулирует, и мы ее ни с кем не делим. Посмотрите на этот шаблон. Полностью состоит из дронов. Притом множество показателей достаточно хорошее. Время на обучение минимальное. Людских ресурсов 10 человек. 900 пехотки, 9000 всего-навсего. Дронов. И знаете, что хорошо еще к этому? Мы сейчас сюда можем добавить дроновскую артиллерию, и показатели станут вполне себе приятными. Сохраняем шаблон. И полетели. В обход мы жену. Погнали прорывать Нидерланд. И наши танки это делают. Вообще без проблем. О, французы решили, что могут здесь чем-то помочь. Попали в окружение. Окружение под Дюнкерком. Бух, и больше нету никого. В итоге, капитуляция Франции и банальное окружение остатка бельгийских войск. Французы, стоило им потерять Париж, которые продавили наши элитные дивизии, сломались и ничего больше не смогли. А на этом моменте первая экспериментальная такая серия с компоновкой из трех модов подходит к концу. Думаю, стоит сказать пару слов. Во-первых, по уникальным техам они реально годны. Особенно меня порадовали вот эти вот мехи. Пехота, не знаю, средняя. Да, там надо всего-навсего 11 людей. Но проблема в том, что если они бьются и истощаются, то они очень сильно проседают. То есть они потеряют там 5 человек, это уже половина характеристик срежется. Поэтому ими надо руководить все-таки самостоятельно, а не отдавать под автопад. Зато вот с мехами вообще проблем нет. Они как тяжи, но при этом еще лучше. И ты их еще больше можешь забафать. И в итоге они будут урвать все, что только есть. Я и не говорю про бонусы, которые там есть на промышленность. Это просто жесть. Под 100 с лишним процентов застройка, 50 с лишним процентов ускорения исследований, производство больше, чем под 100 процентов эффективность. И это буквально в 39 году легально и ровно как задумано модом. В итоге такой вот опытный ролик, скажем так. Надеюсь, он вам зашел. Если да, то продолжу вот с такими вот набором модов проходить дальше. Пока могу сказать, что Рэх смотрится еще сильнее, чем обычно. Может быть, стоит даже не эту компанию, а сесть за какую-нибудь мелкую страну, но вот с этими вот модификациями и устроить себе тотальное противостояние против всех врагов. Где реально мало людских ресурсов, но вот такие вот бонусы позволят создавать дивизии буквально из 10 человек и громить с помощью них всех соседей. Оставляйте, в общем, свои идеи и предложения. Надеюсь, ролик вам зашел и вы будете ждать чего-то подобного и в дальнейшем. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, также оставить свой коммент. Ну и всем до скорых встреч в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok